Жильный краж, у нас отбирает. Три минуты и сотрудники вне ведомственной охраны на пороге квартиры, где сработала сигнализация. Летом квартирные кражи происходят каждую неделю. Самая частая причина – людская обеспечность. Уезжая в отпуск, жильцы не принимают никаких мер безопасности. Между тем, опытным ворам нужна буквально минута, чтобы вынести из квартиры нажитое имущество. Сотрудники, прибавшие на квартиру, где сработала сигнализация, и обнаружившие следы взлома, проникают в квартиру, соблюдая меры безопасности и принимают меры к задержанию преступника. При этом может быть применена физическая сила по отношению к правонарушителю, если он оказывает сопротивление. А в исключительных случаях при сопротивлении с применением оружия и угрозе жизни сотрудников, они применяют огнестрельное оружие. За сутки на пульт вне ведомственной охраны поступает больше 20 тревожных обращений. Самое горячее время – утро и вечер. Чаще всего жители просто забывают выключить сигнализацию, но случаются и нападения. В любом случае диспетчер направляет на объект оперативную группу. В случае какой-то институтной ситуации, наша служба, наша служба, наша снафрано взаимодействует с подразделением ОМВД и другими службами, также МЧС. Если нужно, другими оперативными службами. Снизить количество квартирных краж во Владивостоке помогает профилактическая работа. Сотрудники вне ведомственной охраны и её проводят каждый год. В этом году даже вышли на улицу, чтобы раздавать листовки, где расписаны рекомендации, как обезопасить своё жильё от воров. Рекомендации самые простые. Уезжайте в отпуск, попросите соседей присмотреть за квартирой и вынимать почту из ящика. Укрепите входную дверь, поставьте надёжные замки. И внимательно следите за любыми изменениями с дверью и домофоном. Информацию о том, что вы на длительное время выезжаете, постараться меньшему кругу лиц сообщать. То есть, в таком ключе. Навести на квартиру преступников могут даже селфи, которые беспечные жители публикуют на отдыхе. Поэтому самым надёжным способом охраны предупреждают оперативники, по-прежнему остаётся собственная бдительность и сигнализация. Светлана Садовая, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.